В Москве сегодня запустили новую эстакаду на пресечении МКАДа Рязанского проспекта. В церемонии открытия участвовал мэр Сергей Собянин. Это только первая часть масштабной развязки, которая будет в ближайшее время построена на этом участке трассы. После окончания всех работ скорость автомобильного потока там увеличится на четверть. Подробнее Виктор Прокушев. На этой развязке движение не затихает даже после утреннего часа пик. Потоки медленные, местами автомобили и вовсе стоят без движения. Открытая сегодня эстакада призвана разрубить этот туго затянутый транспортный узел. Левоповоротный съезд позволит с минимальной потерей скорости съезжать с внешней стороны МКАД на Рязанский проспект в сторону центра. Старая схема движения была крайне неудобной. Все эти схемы, они понятны, но в них есть один недостаток, что вы съезжаете, предположим, в данном случае в центр. И в этот момент какая-то машина, значит, ей нужно наоборот подняться на МКАД. И тут вы с ней сходитесь. И такие аварии, если кто ездит за рулем, происходят практически ежедневно. Значит, здесь этого не будет. Во время строительства движения по магистралям не останавливают. По мере готовности съезда ситуация становится только лучше. В целом, после полного завершения реконструкции пропускная способность увеличится на 25%. Мы продолжаем реконструкцию московских развязок. За последние годы было реконструировано 10. И в этом году, до конца года, будет закончено еще 4. Одна из таких развязок – это пересечение с Рязанкой. Мы начали ровно год эту работу. И сегодня даем уже первый этап. Продолжите, пожалуйста, как вы это работаете. Сидеть, Семенович. Ну, как вам и обещали, сейчас мы с вами открываем эту эстакаду вне города. Значит, решение МКАДа выполнено. Эту эстакаду, как вы правильно сказали, мы открываем в конце октября. Туннель будет пущен до конца года. Да, все подъездные дороги уже выполнены в полном объеме. Очень важно было успеть закончить эту эстакаду в начале сентября, когда автомобильный трафик значительно увеличивается. Всего в километре отсюда находится один из самых крупных транспортных узлов Москвы. Выхина, Метрополитен, Железная дорога и две площадки пригородных автобусов, которым, как и всему остальному транспорту, приходится преодолевать этот рубеж. На второй эстакаде уже завершаются монтажные работы. Скоро начнется укладка асфальта. А вот с тоннелем, ведущим из области на Кольцевую, придется немного подождать. Новая система движения полностью сменит устаревший клевер к концу года. Виктор Прокушев, Илья Ушаков, Кирилл Макаров, ТВ-Центр.